Десятки коробок с медикаментами, средствами личной гигиены и теплыми вещами разместились в помещениях детского сада «Город детства». Заведующая дошкольным учреждением Наталья Литвинова признается, родители воспитанников продолжают приносить все необходимое для жителей Донбасса. В нашем учреждении стартовала акция практически сразу, как только была объявлена. Наши родители сразу же подключились к этой акции и очень активно. Помимо родителей и педагогов детского сада в сборе помощи участвуют также неравнодушные жители поселка Дрожжино и местные предприниматели. Отрабатываем с бизнесом на территории. Люди очень активно помогают. Аптеки, ветеринарные центры, все, кто занимаются медициной, ведут достаточно большой активный сбор и достаточно большую помощь оказывают. Дети, родители, все участвуют. Посетил детский сад временно исполняющий обязанности руководителя ветеранской организации боевого братства Ленинского городского округа Владимир Песоченко. В данный момент он находится в служебной командировке, чтобы обеспечить отправку собранных вещей в зону боевых действий. Очень приятно, что Ленинский городской округ активно работает и работают и жители местные. Мне на самом деле приятно сегодня приехать в этот детский садик, пообщаться с неравнодушными депутатами, с руководителями, с родителями, с бизнесменами, с предпринимателями. Почему? Потому что, как говорится, у нас есть такая акция, мы своих не бросаем. Малыши также приняли участие в благотворительной акции и подготовили для солдат рисунки. Вот эти письма будут отправлены ребятишкам, мальчишкам, защитникам, мужчинам, кто охраняют и выполняют рубежи нашей Родины, которые находятся на Донбассе. В дошкольном учреждении большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В садике есть музей Великой Отечественной войны, где проходят занятия и экскурсии для воспитанников. Пусть небо будет голубым, пусть в небе не голубится дым, пусть пушки грозные молчат и пулеметы не строчат, чтоб жили люди, голода, мир нужен на земле всегда. Очередная партия помощи отправится на Донбасс 27 октября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.